Традиционный отчетный концерт провела музыкальная школа номер два. Праздник творчества прошел во Дворце культуры. На этот раз мероприятие посвятили 50-летию учреждения и наступающему Новому году. На сцене оркестр народных инструментов под руководством Валерия Калинина. Они – лауреаты первой степени международного конкурса «Алегрета». Этот коллектив можно смело считать главной изюминкой второй музыкальной школы. Каждому ребенку выйти на большую сцену – это как прыжок куда-то в высоту. А на самом деле она является стартовой такой площадкой для того, чтобы в будущем они могли выйти на другую большую сцену. А может быть, она просто для них будет каким-то этапом в их жизни, они будут заниматься другим делом. Но это тоже важно – выйти на публику в другом каком-то качестве. Это большой опыт. История второй Люберецкой музыкальной школы началась 50 лет назад. Тогда это была хоровая студия «Орленок». С годами открывались новые дисциплины. Учреждение разрасталось. Сегодня в нем учатся 260 талантливых воспитанников. Фортепиано, рояль, вокал, народные инструменты. В этот день на сцену вышли практически все молодые музыканты школы. Но все же хоровому отделению здесь уделяют особое внимание. Музыка, музыка, всюду нам слышала. В троне струны должника и звучит как-то. Несмотря на то, что вокально-хоровое отделение в школе работает всего полгода, ребята уверенно выступали перед большой аудиторией. Еще бы! Ведь руководит и преданно вкладывает мастерство в детей Елена Барышникова. 38 лет преподавательской деятельности позволили спеться новичкам и опытным вокалистам. Самое главное, чтобы дети поняли, что хор – это коллектив, где все, во-первых, должны быть дружны друг с другом, для того, чтобы хор состоялся и получился. Поэтому в хоре, прежде всего, большое внимание уделяется воспитательной работе, чтобы дети вначале полюбили петь и полюбили друг друга, и чтобы им было комфортно друг с другом. Такие большие отчетные концерты у воспитанников школы проходят раз в полугодие. Программа обширна и разнообразна. 33 творческих номера, 2 часа волнующего душу мастерства. Переживали не только молодые таланты, но и их родители. В нашей семье трое детей. Двое из них посещают детскую музыкальную школу номер 2. Почему отдали? Потому что дети с детства были приобщены к музыке. Очень нравилось им было наблюдать за тем, кто как играет, как поет. Ну и, конечно, это мое наставление тоже, так как я тоже в прошлом, скажем, закончила тоже музыкальную школу. С юбилеем учреждения поздравили местные депутаты и представители администрации. А руководство школы, в свою очередь, отблагодарило народных избранников за оказанное внимание символичными подарками с крепичными ключами. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!